Мы находимся на Станиславского 39, этот дом собираются сносить. Он представляет определенную ценность. Его экскурсовод Геннадий Крольман нам сейчас расскажет про историю этого дома, который мы потеряем скоро. Про историю прям особо много говорить нечего. По виду, по истории дореволюционной, это один из таких многих доходных домов, которые здесь стояли. Владел им человек, у которого фамилия была Науменко, построил его в начале 20 века. А потом, самая важная часть истории дома случилась во время Великой Отечественной войны. На втором этаже здания можно увидеть очень сильные повреждения стены, которые произошли как раз-таки, скорее всего, во время обороны Ростова-на-Дону в 1942 году. Следы от пули, снаряд. Таких зданий осталось по Ростову очень немного, прям за следами. Их по пальцам, скорее всего, даже одной руки можно будет посчитать. И именно этим дом не ценен. Это самая главная часть его истории. То есть этот дом является памятником войне? В каком-то смысле да, это памятник войне. Официально это не объект культурного наследия, но тем не менее, это такой настоящий, подлинный памятник тому, что туда происходило. Этот дом еще можно сохранить? Я прямо скажу не эксперт, но я думаю, что можно как минимум сам фасад этого здания сохранить для потомков, ну и вообще на будущее самого города Ростова-на-Дону. А какая польза от сохранения этого дома? Да, самая простая. У нас очень много говорят о войне, но глядя здесь на второй этаж этого здания, глядя на то, как обычные пули и снаряды могут изрешитить кирпичи и камни, я думаю, многие могут себе представить, что эти вещи делают с даже человеческим телом. Поэтому если ты смотришь на этот дом, видишь, как все это происходило, как-то воевать после этого особенно не хочется. Ну, по крайней мере, по моим ощущениям, ощущениям тех экскурсантов, которых я сюда водил и им рассказывал. А не знаешь ли ты, кто положил вот эти гвоздики? Хороший вопрос. Эта идея циркулирует уже несколько дней, насколько я понимаю, в соцсетях. Возможно, это был Юрий Мезинов, это тоже наш городской активист, общественник, я его пару раз видел и с ним общался. По крайней мере, у него на страничке в Facebook и в Instagram я видел такие упоминания о том, чтобы в память о этом доме, если его все-таки снесут, принести сюда эти. То есть он позвал, да, людей? Скорее всего, да. Я вижу, что сейчас очень много людей пришло. Я вижу телевидение. Да-да-да. Вот. Почему именно сегодня? Что такое? Я на самом деле не знаю. Наверное, просто из-за того, что это был действительно и до сих пор является важное здание для истории Ростова-на-Дону. Старых дореволюционных домов у нас в районе Даломановки, где мы стоим, осталось не так много. Тем более таких, которые напоминают нам о прошедшем войне. И собираются люди, которым важна небезразличная история города Ростова и его будущее. Спасибо. Мы хотим войти в этот дом и посмотреть, что там внутри. Вот мы находимся внутри дома. Это та часть здания, которая выходит на улицу Станиславского. Здесь в середине был двор у них. А вот тут, где мы стоим, были квартиры. Здесь тоже была вторая часть здания. И вот эта часть здания сгорела и обрушилась полностью. То есть здесь ничего нет и восстанавливать нечего. А вот переднюю часть здания еще можно как-то сохранить. Печка. Печка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...